Всем доброе утро! С вами Ольга. Привет из Еревана. Я сейчас бегу на пункт выдачи посылок. У меня опять пришли заказы для дни рождения Кристины и для назовем это модным словом back to school. У меня этих посылок будет постепенно идти к школе, поэтому я не буду отдельное видео снимать. Как будут приходить, так и буду потихонечку выкладывать. Кормлю магазин Асас, ну или Асфудкорт. Сделать детям на завтрак булки с сосиской. И вот такой вот хлеб, который называется жингалов ваз. Это такой карабахский хлеб, в котором там тоненькое тесто, а внутри начинка из семи видов трав. Это очень вкусно. Вот такие вот посылки я сегодня получила. С американского H&M это Кристина на день рождения. С Амазона тоже Кристина на день рождения. А это с сайта ГАП. Большая посылка. Это не с ГАП Фэктори, это прямо с ГАП. Я заказывала здесь посылка, так скажем, back to school. Вещи для Эда, для Армине. Еще у меня будет, по-моему, пара посылок. Насколько я помню, в этой практически все для Эда. А следующая будет для Армине. В общем, открываем посылки для из ГАПа. Значит, здесь спортивный костюм для Эда. Футболка, пола и пола с рукавами. И здесь еще одни брюки для Армине. Почему я прицепилась к этому ГАПу? Потому что, во-первых, у них отличное качество. Во-вторых, на скидках отличные цены. Я уже заходила в наш ГАП. Буквально в три раза дешевле покупать сайта, чем в нашем магазине. И потом, что еще является существенным плюсом, то, что магазин ГАП американский принимает наши банковские карты. То есть, мне не нужны никакие посредники для оплаты. И мне так удобно. Я вот все открыла, и у меня возникла одна проблемка с Эдовским заказом. Значит, я заказала все в размере XXL. Это 14-16 лет. Но проблема в том, что верх абсолютно весь нормальный. Что вот у этого пола с короткими рукавами. Ему размер подходит в то, что с длинными рукавами. Кстати, здесь такой ярко-голубой цвет. Здесь голубо-серый. И тут очень красивый. И футболка вот такая вот, по-моему, на темно-синее. С красным таким принтом клеенчатым. И вот это вот худи на замке тоже ему подойдет. Значит, здесь вот так вот. Вот она тоже темно-синее. Здесь гладкая такая ткань. А здесь начес есть, такой тепленький. А вот брюки-то ему будут малые. Хотя они тоже в размере XXL. Во-первых, они короткие. А во-вторых, они еще и узкие очень. В общем, я так поняла, что низ у ГАПа мало мерят в детской секции. Ну, в подростковой, я бы сказала. Ну, ничего страшного. У нас очень много крестников и друзей, детей. Я им подарю как-нибудь по случаю. И вот один из заказов был для Армина. Это брюки черного цвета. Они на камере какого-то странного цвета выглядят. На самом деле они насыщенно-насыщенно черные. С такими вот, не знаю, как это назвать. О, вот черный проявился как раз цвет. Брюки, они немножечко стрейчевые. С такой плотной-плотной тканью. Очень-очень приятной. Вот так вот ткань выглядит, структура. Значит, я ее заказала в размере 12. И на высокий рост. У нас с этим обычно проблема здесь бывает. У нее все джинсы, которые здесь продаются, вечно посередину щиколотки. У Армины рост 1,74. Поэтому очень удобно заказывать на таких сайтах, которые предлагают нам либо высокий рост, либо на маленький рост. Эти брюки. Написано, что это скини. Но Армины не любят выстяжку. Поэтому я взяла 12. Если бы она захотела скини, я бы взяла десятку, скорее всего. А эти брюки будут здесь, как обычные, такие темные брючки. Очень красивые, очень приятные. За это я и люблю ГАП, за его прекрасное качество. Ну, а крестянины посылки я покажу в отдельном видео о подарках на день рождения. А дальше я пойду займусь домашними делами. Буду их делать и рассказывать вам о том, что предлагают натворить в нашей армянской школе. Как будет проходить обучение. Так что оставайтесь, пожалуйста, со мной. Здесь я развела производство пельменей. Хочу сделать пельмени, положить в морозилку, чтобы в экстренном случае, так скажем, было, что быстренько приготовить. Магазинные я не покупаю уже давным-давно пельмени. Предпочитаю делать домашние. Я сделала тесто, оно у меня уже отстоялось в холодильнике. И фарш тут у меня. Это чисто свиной фарш. И котлеты, и пельмени я делаю только из свинины. Говядину я не добавляю, так они получаются сочнее. И тесто у меня тоже стандартное. Стакан холодный. Чем холоднее, тем лучше воды. Одно яйцо, соль и мука. Так, буду начинать. Я, в общем, тут уже развезла пельмени свои. Вот, наделала уже. Я не раскатываю такой большой блинище. Делаю вот так вот по кусочкам, нарезаю. Потом каждый раскатываю. Давайте я... И лак, кстати, я всегда снимаю. Перед тем, как с тестом работать, не люблю, чтобы был лак. Давайте я буду делать. Ну, и расскажу вам, что у нас, в общем, происходит. В связи с тем, что скоро сентябрь. В школу, в институт пора. Вчера вечером мне позвонила наша тетка, про которую я уже не раз рассказывала. Но не наша, мужа. Мужа тетка, она преподает в школе математику. В общем, она сказала, что в их школе расформировали русские классы. И распихали детей по армянским классам. Ну, вот, видите, в нашей школе мы подняли бунт. И нас оставили. В общем, сказали, что ладно, оставайтесь. Так и быть. Благодетели, короче говоря. И доучимся мы, в общем, наш девятый класс. В русском, так скажем, секторе. Хотя, что там из русского. Только математика и русский на русском. Остальное все на армянском. А в школу пограничников и детей военных у нас две таких школы мы не попали. Потому что у них по новым этим эпиднормам тоже сократили количество детей в классах. Поэтому они взяли только детей приехавших военных. Все, никого из местных они не взяли из-за того, что нет мест. Так что мы остались в нашей армянской школе. Так вот, я и сама, в принципе, читала эти новые правила. Но вот тетка меня подтвердила. Она сказала, что их вызвали, в общем, на собрание учительское. И все учителя в шоке от того, как будет организовываться учебный процесс. В общем, все недовольны и возмущены. Но сейчас ничьи возмущения никого не волнуют у нас. У нас что хотят, то и творят в правительстве. Потому как, если раньше у нас дармоедов и так было до черта в парламенте, теперь их набрали еще больше на 30 человек для того, чтобы они составляли парламентское большинство. И любые законные решения проталкивали, несмотря на протесты и отказ от голосования со стороны оппозиции, поскольку их теперь очень много, они принимают любой закон, несмотря на народные бунты, собрания и так далее. Хотя, как говорилось, что все вопросы мы будем решать только с согласия народа. И, к сожалению, был народ, который верил, что так будет. Ладно, давайте об этом не будем. Так, что со школой, в общем? У нас приняли такое решение, что в классы, у которых более 20 человек, будут разделены на две части. А в классы, у которых меньше 20 человек, останутся в полном составе. Но я вам скажу, что такие классы только в деревне есть. А, естественно, в Ереване все классы больше 20 человек. Они довольно-таки еще и переполнены, особенно в центральных школах. Например, в наш класс 34 человека у этого. Так вот, первая половина будет заниматься в понедельник, среду, пятницу. Вторая половина, вторник, четверг, субботу. Уроки будут длиться по 20-30 минут. Тут на переменах дети не имеют права выходить из класса. Дверь открывать нельзя из класса. Я вам напомню, что у нас в сентябре температура за 30. У нас и в обычное это время, когда дети сидели без масок и проветривали помещение. Ну, они как бы будут проветривать-то, сказали. Но суть в том, что дети будут сидеть в масках при такой температуре, в этих замкнутых классах. У нас дети и раньше получали тепловые удары. Вот в это время жары, допустим, там в мае или в сентябре. А сейчас, сидя в масках, я вообще не представляю, что там они будут делать. Ну, они типа для этого сократили уроки. В общем, я не представляю, какое это обучение, какое это образование по 20-30 минут уроки и 3 раза в неделю. Вот напишите свое мнение. Это вообще чему-то будут учить дети? Я, например, уверена, что это чисто формальность. Ничему они за 20 минут, естественно, не научат, что они сваливают все обучение на родителей. Но, извините, я доктор, я не знаю, как объяснять ребенку тему по математике. А математика такой предмет, что его как бы сам дома не выучишь. Нужно, чтобы его объяснял преподаватель. Тем более, что у нас такие преподаватели, которые не то что объяснить не могут, а сами свой предмет плохо знают. Но с математикой, допустим, ладно, слава богу, у нас все хорошо, у нас есть тетка. Ну, а с остальными-то, ну, что предметами делать? У нас сейчас в девятом классе, это у нас класс, в котором больше всего экзаменов. Там, по-моему, 11 штук. И вот как он будет сдавать дети все остальные предметы вот с таким вот обучением. Ужас, ужас, ребята. Ой, ладно, посмотрим, в общем, что будет. Учителя, кстати, из группы риска, так скажем, то есть взрослые, а наша тетка, она взрослая, ей 60 лет. И им сказали, что они либо могут вообще уволиться, если их что-то не устраивает, либо, ой, что-то тут уже все слиплось, надо, наверное, снова раскатать. Вот, либо в защитных костюмах должны вести уроки. Я не знаю, что они подразумевают под защитными костюмами, но поживем-увидим, как говорится. Так, что касается колледжа. У Армены тоже выпускной курс. У них по правилам, значит, полагается, что два дня в неделю занятия по школьной программе. Выпускники 11 класса у нас сдают в Армении экзамены в декабре. И впоследствии уже занимаются теми предметами, которые им нужны при поступлении. Так вот, школьные предметы у них два раза в неделю, а три раза в неделю у них практика. И вот вчера, несмотря на то, что сентябрь еще не наступил, их уже отправили на практику. Ну, Армены вроде как понравилось. Она вчера первый раз сходила, им достался хороший ресторан в центре города, большой, популярный. Коллектив, говорит, хороший. Так что, надеюсь, что с практикой все будет нормально. У Кристины в университете, я, по-моему, уже говорила, кто смотрел, что у них будут онлайн занятия, что больше всего возмущает первокурсников, особенно первокурсников-платников. Потому как, заплатив деньги, они хотят учиться в институте, а не у себя дома сидеть. Вот, тем более, что у нас открыты границы, у нас могут студенты приехать из любой страны самолетом. Ну, кроме Грузии, естественно, Грузии сообщение со всеми закрыто, кроме пяти европейских стран. Автомобильное сообщение у нас в Грузии тоже закрыто. А наш университет славянский, единственный университет, который в этом году набирал из Грузии студентов. Остальные все из-за этой пандемии отказались. Так вот, приехать не могут в Ереван, только студенты из Грузии, из всех других стран могут приехать. В общем, Кристине сказали, что у них, поскольку это выпускной курс бакалавриата, это четвертый курс, потом нужно будет в магистратуру идти. У них тоже очень много практики, то есть практику у них сделали офлайн, и причем на выбор вроде как дали. Кто местный, будут здесь проходить, кто не местный, они могут выбрать. Либо проходить у себя там, где они живут, сами договариваться с различными СМИ, либо приезжать сюда и здесь уже проходить практику. В общем, вот такая вот у нас, ребят, ситуация. И когда это все кончится, я не знаю, и никто не знает, как в анекдоте, когда у доктора спросили, доктор, когда закончится пандемия, он сказал, спросите лучше у политиков. Я не знаю, когда она закончится. В общем, так вот, пишите, что у вас в странах, как у вас организуется это обучение. Ой, не знаю, у нас, в общем, сейчас такие протесты идут, родители возмущаются против такого образования. Естественно, все хотят, чтобы дети получали достойное образование, а у нас вот такое. Как придется, да бы как. В общем, не знаю, что дальше будет. Поживем, увидим, да. Все, я заканчиваю своими пельменями. Наконец-то. Три таких подноса отправляю в заморозку. Сейчас тоже часть сварю своим. И еще у меня осталась куча мяса. Наверное, я сделаю завтра долму. Сделала я заготовку для долмы. Сейчас поставлю в холодильник, завтра с утра на плиту, и обед будет готов. А на этом я с вами попрощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!